Северный Казахстан Северный Казахстан обладает особым очарованием. А Акмолинская область с ее центром Кокшетау и прилегающей Боровской курортной зоной по праву считаются жемчужиной этого региона. Крупные мегаполисы, новые современные мировые столицы сегодня во многом похожи. Планировкой, архитектурой, а города с богатым историческим прошлым, такие как Кокшетау, имеют свое неповторимое лицо. Областной центр раскинулся у подножия сопки Букпа, на берегу живописного озера Копа. Окружающий город сопки не вполне защищают его от пронзительных казахстанских ветров. Но и под этим небом, несущим суровое дыхание Сибири, цветут яркие цветы, как символ стойкости и жизнелюбия жителей Кокшетау. Кокшетау Кокшетау – уютный зеленый город с развитой инфраструктурой. Сегодня в нём проживают около 160 тысяч человек. Население города активно работает над реализацией президентских программ, благодаря развитой промышленной сфере, перерабатывающей отрасли, многоступенчатой системе образования и другим аспектам. Все нити управления этим сложным хозяйством сосредоточены в городском Акимате. Аким Кокшетау Ермек Баранбаевич Маржикпаев начинает свой рабочий день, наверное, раньше всех и никогда. Не знает, во сколько он закончится. Часто, ругая чиновников, мы забываем, что эти люди не принадлежат семье. Высшие интересы для них – интересы государства. Областной центр живёт в активном деловом ритме. Но здесь никогда не забывают о сфере духовной. Недавно в городе появился уникальный объект – новая мечеть. Начало строительства – 2010 год. И лишь в 2015 году эта работа была окончена. На завершающем этапе строительство контролировал лично Аким города, посещая этот объект едва ли не ежедневно. Открытие новой мечети в городе ждали с нетерпением. Мы нетерпением ждём, когда сюда перейдем, где будем здесь молиться. Нам нравится очень даже. Мы рады. Сейчас молодёжь, слава Богу, очень много сейчас молится. Хорошо, мы радуемся, чтобы всё было получше, чтобы сдали, чтобы мы хотя бы, хоть первый день, я говорю, хоть мы попали, я говорю, остальные уже видно будет. Бог даст, конечно. Мечеть строили на народные деньги, которыми распоряжался специально созданный фонд. Здание прекрасно не только внутри, но и снаружи. Двор, прилегающее пространство отлично благоустроены. Установлены фонари, скамейки, по периметру высажены сосны и разбиты великолепные цветники. Всё выглядит очень достойно. Городские власти оказали огромную помощь этому проекту. Внесли посильную помощь все. Но, поскольку учредительным фондом является Акимат области и городской Акимат, то они оказывают как организационную помощь, так и все проблемные вопросы, которые необходимо решить. Вопросы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации. Все инженерные сети, в принципе, согласно проекту, городские власти помогли это всё осуществить. Аллаху Акбару! Аллаху Акбару! Аллаху Акбару! Аллаху Акбару! Открытие мечети состоялось накануне священного праздника Хурбан-Айт. На нём присутствовали несколько тысяч человек, жители и гости города. Аллаху Акбару! С приветственным словом выступил Аким Акмолинской области Сергей Витальевич Кулагин. Сегодня мы, канун священного мусульманского праздника Хурбан-Айт, открываем величественную мечеть олицетворяющем духовное богатство нашего народа, которое станет местом в поклонении добру и милосердию, где будут включать призыв к миру и согласию. Духовные ценности нашего народа, которые формировались на протяжении многих столетий, те, кто связаны с принципами ислама. Религия – это не только система верований, это образ жизни, правила взаимоотношений, свод моральных норм, система духовных принципов, которая различает плохое и хорошее, дозволенное и запретное. После торжественной церемонии открытия гости впервые переступили порог мечети, которая носит теперь имя Науан Хазрет. Великолепное убранство, нарядные люстры и светильники создают особую атмосферу торжественного покоя. Здание построено по всем канонам ислама и вмещает до полутора тысяч человек. Теплые полы, отопление, вода, свет – предусмотрено буквально все. Спасибо вам, есть вам поклон. Надо так продолжать дальше. Совместными усилиями мы все вопросы решаем. В новой мечети есть молитвенный зал со специальным отделением для женщин. Комната для омовений, столовая на 360 мест для проведения ритуальных обедов и религиозных праздников. Благодарить президента, что мы живем в таком обществе прекрасном, что у нас мир и согласие, что мы можем себе позволить такую красивую течень построить. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог. В этот знаменательный день Аким области сердечно поздравил молодые пары, вступившие в брак. Дай красивая пара, патентная, вторая. Я хочу, чтобы вы сохранили верность друг другу в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы были настоящими патриотами нашей страны. Я хочу, чтобы у вас дети были патриотами нашей страны. Чтобы вы любили свою родину, чтобы вы ценили свой край, чтобы у вас было много детей. Не обижайте родителей. Помните всегда о них. Много вам детей. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи и благополучия. Я хочу вам вручить, чтобы я сказал, здесь тебе череды я и на лэф, а теперь телевизор. Я хочу, чтобы вы сидели здесь подвели всю жизнь вместе. Мечеть, носящая имя Наван Хазрет, стала не только выдающимся архитектурным памятником Кокшетал, но и духовным центром, объединяющим жителей всей области. Главная забота Акима – объекты жизнеобеспечения города. Вода, свет, тепло – все это невозможно без слаженной работы городских ТЭЦ. Они работают круглосуточно в течение всего года, а летом и осенью здесь ведется подготовка к новому отопительному сезону. Ремонт котлов, замена изношенного оборудования, приобретение необходимых запасов топлива. Как пояснил Ермек Баранбаевич, все работы ведутся в штатном режиме. Город к зиме готов. Сегодня все работы уже в активной фазе находятся, я думаю, 10 сентября текущего года мы уже закончим все подготовительные работы. У нас останется одна задача – приобрести двухмесячный запас топлива, и город будет готов к отопительному сезону. Еще один объект в постоянном поле внимания Акима – строительство блочной модульной котельной в селе Красный Яр, территориально относящемуся к городу Кокшетал. Уже на этапе нулевого цикла строители взяли хорошие темпы, но и сделать предстоит немало. Фундамент рассчитан на 4 котла. Будет проведено около 8 километров электросетей и создана двухконтурная система подачи. Люди не покидают тех городов и поселков, где для них находится дело. Развитие бизнеса, создание новых рабочих мест – основная проблема, которую городские власти пытаются решить совместно с бизнес-сообществом. В Кокшетау эти усилия дают неплохие результаты. Осень наглядно продемонстрировала это. Мы открываем ряд предприятий, крупных предприятий, которые дадут нам дополнительно порядка 300 рабочих мест. Общий объем инвестиций, который мы освоим, более 10 миллиардов тенге. Один из крупнейших предприятий, где мы сегодня находимся, буквально Ахмала, Бедай. Предприятие, которое будет осуществлять хранение, переработку зерновых, масляничных культур. Предприятие, которое стоит более 2 миллиардов тенге. Предприятие по ухранению и переработке зерновых и масляничных культур Ахмала, Бедай – это крупный, современный комплекс, очень необходимый именно здесь, в зерносеющем регионе Казахстана. В его состав входят сушильные установки, мельница, производительностью до 200 тонн в сутки, лаборатория. На месте предприятия было болото, поэтому затрачено немало сил и средств на подготовительные работы. Проведена и реконструкция железнодорожных путей, которые удлинили на 140 метров. На открытии Ахмала, Бедай присутствовал весь актив области. Предприятие, которое может поставлять продукцию за пределы нашей страны и в дальние зарубежья. И так происходит сейчас. Вот это и есть конкурентоспособное предприятие. Нас просит сюда глава государства, настаивает, чтобы мы продукцию не продавали просто сырье, а продавали уже ту продукцию, которая уже имеет добавленную стоимость, довольно солидную. И у нас нет проблем поставки за рубеж именно растеневоческой продукции. Это касается зерна, это касается муки, это касается масличных культур, льна, рапса. Никто не скажет, что они кондиционные или экологически нечистые продукции. Сергей Кулагин, Ермек Маржикпаев и руководитель предприятия Абдул-Харил-Наджибула торжественно нажимают кнопку «Пуск», и мельничный комплекс включается в работу. Пшеница, лен, рапс, ячмень, семя подсолнечника нового урожая пойдут сюда на переработку и хранение. Осенью состоялось открытие еще одного важного объекта – учебно-производственного центра по сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники «Агроинтертех». Дорогая современная техника у нас сегодня есть. А где брать запасные части? Как ее обслуживать? С этой целью создается новое предприятие «Техсерис» под эгидой компании «Рамут». Там будет создано порядка 40 рабочих мест. Общие инвестиции порядка 800 миллионов тенге. Начиная от подготовки техники перед полем, заканчивая ее сервисным обслуживанием и, конечно же, обучением персонала, который будет работать на данной технике. Наши климатические условия во многом совпадают с Канадой. Оттуда и технологии, и техника на наших полях. Поэтому и было создано казахстанско-канадское совместное предприятие. Интересы, как бы, сошлись, получается, наши и нашего партнера из Канады. Он продвигает свою технику здесь, на территории Республики Казахстан. А мы берем на себя, во-первых, сервисное обслуживание, реализацию запасных частей и обучение персонала. Обучение персонала – это наша фишка, которой мы хотим и будем гордиться. В центре есть все – и образцы новой техники, и посты по ремонту, и сервисные автомобили с диагностическим комплексом. Особая гордость учебные классы. Ведь одно из направлений работы центра – обучение операторов для работы на современной технике. Ведь управлять ею сложнее, чем старыми тракторами и комбайнами. Постоянная забота Ермека Баранбаевича – пополнение городского бюджета. Деньги не берутся из воздуха, а поступают от работающих предприятий в виде налогов. Новый цех розлива виноводочной продукции значительно пополнит городскую казну. Здесь устанавливается новая современная итальянская линия розлива производительностью до 1 миллиона бутылок в месяц. Это водка класса «Стандарт» на основе айдобульского спирта. Прорабатываются рынки сбыта, будет создано около сотни рабочих мест. Общая стоимость проекта – 8 миллионов долларов. Кластерный подход – основной принцип создания современного производства, считает Аким Кашитау Ермек Маржикпай. К этому в полной мере соответствует мясоперерабатывающий комплекс «Бижан». Если говорить о переработке мяса, то к нам приехали очень серьезные инвесторы, компания «Бижан». Буквально в ближайшие дни будем открывать данное предприятие, где будет производство мясных консервных изделий, начиная от корм-площадки, заканчивая готовыми изделиями, то есть глубокая переработка. Учредитель предприятия «Бижан» в своем деле не новичок. У нее есть отлаженное производство в Алматы, а в течение двух лет был построен этот комплекс в Кашитау. Оборудование здесь импортное из Европы и России, а сырье наше – из Северного Казахстана. Это все новое, новый комплекс построили, новое оборудование здесь все будет, уже по всем стандартам. Чтобы готовая продукция полностью отвечала стандартам качества и безопасности, группа технологов до мелочей отрабатывает производственный процесс. В колбасном цехе он, кстати, полностью автоматизирован. Общий объем инвестиций составил более 1 миллиарда тенге. При производстве колбас используется только натуральное сырье и специи. Уже первые партии продукции заслужили высокие оценки по вкусовым показателям. Небольшая специалиция в колбасе, но очень вкусно, надо сказать. Ну, еще будем дорабатывать. Миша, вы сами знаете, когда отработки, это все называют отработки. Мы сейчас принимаем от монтажников. Во время официального открытия предприятия гости имели возможность пройтись по цехам. Убойный цех, оснащенный современным оборудованием. Обвалочный цех, работники которого ловко управляются специальными ножами. Скутер, где изготавливается фарш. Далее своими глазами можно было увидеть, как набивают и увязывают колбаски. Чисто, красиво, элегантно работает новый комплекс. А затем состоялась открытая дегустация, на которой были представлены десятки образцов собственной продукции ТО Бижан. Создание комфортных условий для бизнеса – задача номер один, считая таким Ермек Маржикпай. Включая в это понятие и благоприятный инвестиционный климат, и решение организационных вопросов, и объединение предпринимателей в единую команду. Об этом шел разговор в областной палате предпринимателей от Амикен. Успех – это путь, а не пункт назначения. Успешно пройти этот путь специалисты палаты помогают и начинающим, и опытным бизнесменам. Этому способствует в какой-то степени объединение под крышей нового бизнес-центра по улице Абая. Безнадежный долгострой, наконец, превратился в современное здание, где созданы все условия для нормальной работы. Доволен тем своей работой, что мы за такое короткое время осуществили за собственные средства нашей компании. Построили это замечательное здание. Было, сами вы понимаете, 6 лет оно стояло. Тем не менее, мы могли реализовать, что задумали. Город постоянно формирует новые социальные запросы. И надо не просто быть готовым к этому, но и работать на перспективу. В рамках государственного частного партнерства в Кокшитау был открыт медицинский центр «Авиценна». Это лечебно-профилактическое учреждение нового типа. Кастинг самый простой. Все лучшие доктора работают здесь. Все доктора с высшей категории. И, как правило, они все в какой-то определенный момент были заведующими отделением. Работа в центре организована так, что любой желающий может попасть на прием к высококлассным специалистам. И взрослые, и дети могут рассчитывать на самый внимательный прием и квалифицированную медицинскую помощь. И тут прием ведется совсем по-другому. И очень, как сказать, без очереди попадает без записи. Приходит, оплачивает и на прием, и без никаких конфликтов, конфликтных ситуаций вообще. Кабинеты и операционные оснащены новейшей аппаратурой известных зарубежных фирм Германии, Японии, США. Современные диагностические комплексы позволяют проводить полные исследования, не причиняя пациентам лишних неудобств. А общая доброжелательная атмосфера позволяет людям чувствовать себя здесь комфортно. Очень все прекрасно. Здания, все, врачи, это здесь всегда были такие приветствовые, хорошие. Для человека, что надо, который придет обследоваться, все здесь есть. 22 врача, 24 медицинской сестры и младший обслуживающий персонал делают все для пациентов. Кроме дневного стационара, в центре есть круглосуточный стационар на 24 места. В двух местных палатах чисто, уютно, светло. Пациенты довольны. Сбили мне давление, я себя чувствую прекрасно. И вы знаете, во всем вот мне легче. И ногам, и рукам, и голове, и все. Обслуживание очень-очень мне нравится. Очень. Такие внимательные, обеды очень разнообразные, кормят очень хорошо. В общем, я очень довольна. Накануне учебного года особое внимание объектам образования. Несмотря на свою надежную команду, Ермек Баранбаевич держит этот вопрос на своем личном контроле. И, как показывает практика, это оправдано. В селе Красный Яр Аким и его команда посетили школу номер 3, где готовили к сдаче пристройку, в которой разместят столовую, кокейный корт, актовые и спортивные залы, а также учебные классы. Качеством работ Ермек Баранбаевич остался крайне недоволен. Какие проблемы у нас? Какие проблемы? Бессовестные люди. Вы получили 5% не додали, все остальное получили. Когда об этом закончили? Состоялся нелицеприятный разговор с подрядчиком. Определены сроки устранения выявленных недостатков? Возражений не было, так как замечания, высказанные по существу. Ермек Баранбаевич знает все нюансы строительства, за плечами у него собственный опыт. Аким поинтересовался и ходом ремонта котельной, и оперативно проинформировал о том, как будут решаться вопросы о подключении жилого фонда к центральному отоплению. В средней школе номер 2 с пристройкой был проведен текущий ремонт. Но здесь тоже нашлось немало вопросов строителям, которым еще предстояло выполнить большой объем работ, в их числе благоустройство территории. В средней школе номер 2 текущий ремонт, замена водопровода и канализации укладывались в отведенные сроки. Ермек Баранбаевич встретился с педагогами, рассказал о перспективах развития поселка и города в целом. И, конечно, как известный в прошлом спортсмен, не мог не побывать в спортивном зале. Спортивных секций сейчас не так просто заманить, надо заинтересовывать, чтобы больше дети ездили по соревнованиям, экипировать их, чтобы более-менее стимулировать. Чем больше дети ездят, тем им интереснее. Все должно быть гармонично, да? Все правильно. И спорт, и образование, и уход. Да, да, да. Как говорил Максим Горьевич, человеку нужно все прекрасно. Аптеки, магазины – это то, что нам необходимо каждый день. Приятным осенним сюрпризом для горожан стало открытие нового оптового супермаркета «Смол». В Казахстане работает уже более 40 магазинов под знаком этого бренда. 4 тысячи квадратных метров, 15 тысяч наименований товара, собственное производство, 280 человек, жители Кокшетау у нас работают. Просторный торговый зал, широкий ассортимент товаров, более 15 тысяч наименований, собственный кондитерский цех, умеренная ценовая политика, безусловно, сделают его популярным у жителей Кокшетау. В течение всего года проводилась колоссальная работа по совершенствованию городской инфраструктуры и благоустройству. Была отремонтирована центральная городская магистраль по программе «Нурлыжоу». Заменены и перенесены под землю сотни метров труб. А впереди огромный объем работы по программе Национального фонда по модернизации разводящих сетей и благоустройству. Вдоль озера Копа будет сноситься где-то 120 домов, и где-то около 50 будет жилых девятиэтажных домов возведено. И мы заранее это проводим, чтобы в последующем это ничего не мешало. Зеленый город Кокшетау стал чище, наряднее, комфортнее, но работы по благоустройству ведутся по-прежнему ударными темпами. По плану ведется ремонт дорожного полотна и укладка асфальта по улице Валиханово и других. ТО Кокшетау Жолдары в рамках текущего ремонта провела работы на участке от улицы Горького до улицы Женис. Рекультивация земли, засев газонов, установка и покраска декоративных решеток, высадка цветов. Все подрядчики, местные фирмы и предприниматели. Двойной плюс. Есть работы у населения, и город хорошеет с каждым днем. По улице Абая старые дома, построенные в 60-е годы, усилиями строителей преобразились и помолодели. Балконы обтягивали профлистом, фасады покрасили, и получились солнечный квартал и розовое утро. Эта улица – визитная карточка города, так как идет к вокзалу. И все преобразования работают на имидж города. На участке от площади независимости асфальт заменили плиткой, разбили чудесные клумбы. А креативная молодежь предложила художественно оформить рисунками откосы дорог. Это уже как шитаусское ноу-хау, его изюминка. Позитивные изменения коснулись не только центральных улиц. Была проведена впервые за десятки лет работа по благоустройству окраин, микрорайонов. Подрядчик ТО Тауэл Сиздык прежде всего вывез с благоустраиваемой территории горы мусора и земли. После этого были установлены новые бордюры, декоративные заборы, скамейки у подъездов, смонтировано уличное освещение, заасфальтированы проезды между домами. Теперь дворы в квадрате улиц Ауэзова, Абая, набережная Мира выглядят совершенно по-другому. Цивилизация пришла в эти забытые городские районы. Я вот живу уже 30 лет в этом дворе и очень давно у нас не делалось ремонт, очень давно не делалось. И вот в данный момент собрались и мы вот морально ходим, помогаем рабочим. 40 лет я живу в этом доме, впервые в благоустройство. Дети мои уже выросли, так хоть внуки немножко попользуются. Мы очень довольны, мы благодарны нашему Акиму, что наконец-то дошла очередь до нас. Очень-очень благодарны, все довольны. На этом участке убрано 20 незаконных построек, заасфальтировано 660 квадратных метров проездов, уложено 1009 квадратных метров тротуарной плитки. Но и это еще не все. По программе модернизации жилья ведется капитальный ремонт домов с заменой кровли, внутридомовых сетей, очисткой подвалов. Это очень важная и нужная работа, которая будет продолжена и в новом году. Сейчас у нас жилищная инспекция города отрабатывает 36 домов, 102 на очереди. Так что можно сегодня уверенно сказать, что программа идет, программа живет. И тому доказательство, что мы начали собирать очень здоровые возвратные средства государства, и делаем новые дома. Есть в городе особое место. К нему ведет широкая лестница, по бокам которой растут на клумбах изумительной красоты пестрые цветы. Это флагшток. Здесь проводятся торжественные мероприятия в День государственных символов, День независимости. Предприятие Кокше Жардем занималось ремонтом. Провели демонтаж обветшалых конструкций. Переложили брусчатку. Заново облицевали стены. Обновили барельеф. Это место будет выглядеть достойно. Городу нужны новые места отдыха, центр развлечений. Поэтому принято решение кардинально реконструировать парк, который сегодня носит имя борцов за революцию. ТО АДС-2001 по плану предстоит построить лыжероллерную трассу, аквапарк, спортивные площадки, установить детские аттракционы, посадить более 20 тысяч деревьев и кустарников и сделать многое другое. Срок окончания строительства – 2018 год. Ну а пока жители Кокшетау проводят свободное время в старом центральном городском парке. Конечно, он невелик. Возможно, не так благоустроен. И все же. Летом он дарит прохладу в тени деревьев, а у скромного фонтана осенью очаровывает золотом листвы. Кокшетаусцы любят свой город и свой старый парк. Город стал намного чище, посадили много цветов и деревьев. И вообще, как бы, ну, он становится все лучше и лучше. Парком вот, кстати, начали заниматься. Чистота, порядок, цветов много. Фонтаны поставили. Конечно, с каждым годом город приобретает облик все лучше и лучше. Нам очень нравится наш город. Мы его любим. Я люблю свой город. Мне нравится в нем. Город – это большой дом. И от того, какой в нем хозяин, зависит его внешний облик, комфорт, деловые и эмоциональные атмосферы. Кокшетау повезло. Аким города Ермек Маржикпаев относится ко всему, что он делает с душой, настроением и огромной ответственностью. Поэтому заблестели чистотой улицы, по-новому выглядят четко расчерченные линии дорог. Шумят зеленые листвы и деревья, и везде, везде цветные острова. Нежными и прекрасными цветами при желании можно украсить даже самый северный город. Ермек Баранбаевич любит чистоту и красоту и в делах, и в отношениях, и во внешнем облике. И передает это мироощущение своим землякам. Мой родной город Гокшетау, конечно, хотелось увидеть ухоженным, благоустроенным, с высокой культурой. Городом, который действительно будет утопать в цветах, много зелени, хорошие дороги, качественное обслуживание наших граждан. То есть вот такой город наш должен быть. Когда наступает вечер, город волшебно преображается, и даже дождь не может погасить восторга, который вызывают разноцветные, поющие фонтаны. С высоты сопки Букпа, ночной Гокшетау, кажется россыпью драгоценных камней, таинственно мерцающих на бархате ночи. Город, цветущий под северным небом. Малая родина для сотен, тысяч казахстанцев. Символ их труда и стремления к новым вершинам. Символ их труда и стремления к новым вершинам. Символ их труда и стремления к новым вершинам.